Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Хаты на Тата, Непослушный Папа. Что это будет, будем узнавать прямо сейчас, с радостью читаю ваши комментарии, знаю, что вам это шоу заходит, поэтому я тоже с радостью снимаю реакцию для вас. Ну что, начинаем? Это еще одна наша Ялта, рядом Азовского моря, и именно тут хата выловила неслухняного Тата. Привет, Украина, меня зовут Димон. Распышака, весел он, шутник. Да, слегка дурноватый. Его постоянно куда-то тянет, что-нибудь начудить, подурачиться. Поднимем пиры настроение маленько, а то она как серая мышка там на той кухне, блин, реально уже как это. А я что-то про Ялту не понял. Что ты делаешь? Сейчас будет я шоколадный заяц. Нормально? Да, слухай, ну ты бишь уже четвертый десяток. Ира! Нет слов просто. Эй! Ты что? А ну, с ними капюшон, что-то попало. Быстрее снимай! Да! Курачок! Дима, ты ее? Короче, это Дима в детстве в жопе заиграла, я понял. Нормально, Дима! Пранкер! Взрослый человек, которому 36 лет. Ага, а поводится и досяк школяр. Я в школе был еще тот беспредельщик. Ну, когда я ушел из школы, и учителя крестились вместе с директором. Они шарики пускали, фейерверки стреляли. И не факт, что Димка заканчив бы школу, как бы не зустрел там свою Иру. А то же моя первая любовь. Она, в отличие от меня, ну, ходила хотя бы в школу с портфелем. То же вона давала ему списывать, а он носил ее ранець. Посещала постоянно все уроки. Ну, ботаник. Два бантика, портфельчик, книжечки, чулочки, белые носочки, и все в порядок. А я что, пришел, тетрадь под мышку, за угол пару раз перекур сделал, и все, пошел домой. Ну, че она отличница, а я босяк, да? Та полюбила Ира Диму за веселую вдачу и доброту. А, брат, пить, глянь на него. Какой ты, брат, пить? Глянь, красава. Стоял под воротом и ждал, чтобы она хотя бы просто вышла ко мне, ну, хоть на какой-то часик пообщаться, поговорить. Вот здесь Дима вообще какой-то хитрец такой, одевает кольцо. Все, мол, попало в мои сети. Я ж туда еще не понимала, что меня ждет впереди. Любовь? Адже вона стала мамою и дружиною. А Дима девятиклассником таки остался. Сейчас, Василлава. Опа, пога! Ой, б***ь. Колено набил. Где какая жопа, там и я. Ой, б***ь. Я так и знал, б***ь. Дуй. Хорош поливать. Нужно над ним ходить, как над ребеночком. Дуть ему. Кричи, третий ребенок, да? Край, капец, у меня души творится. Папа, это что за феня? На этот дуть ты что гонишь? Ты же мужчина, баба. Ты же взрослый. Это детские поступки. Ты ведешь себя как... Детилетний мальчик постоянно. О, Боже. Для которого величезное господарство, это просто как детский зоопарк. В натуре, что зоопарк, что пито, цирк, что пито. Поросенок там, блин, яйца массажирует, блин, теленку. Порошка не знает, куда спрятаться от этого быка, потому что бык кайфует, блин. А дружина, яка в школе робила за него домашку, теперь тягне на собі всіх телят. Что ты творишь? Боря! И они мне устраивают фокусы каждый раз. Это я его больше всего боюсь. Да-да. А сердце в пятки уходит с этими быками. Три раза в день мне нужно обойти их. Буянчик, Лунтик, шо ты делаешь? У них очень много рогатого скота. Литров 17-18 в этой канистре. 7 ведер мне надо таких наносить, чтоб их всех напоить. А Димка, як прогуливав уроки, так гуляє і досі. Друганы? Э-э-э, выходи давай! Кто там, ***? Дим! Дима, ты куда собрался? Та там надо шкаф, шоу, блин, Олегу помочь. А уроки сделал? Какой шкаф? А я откуда знаю? А мне кто будет помогать? Хрен его знает. Мастера приехали. Ага. Пока это возможно, я хочу чувствовать себя на 15 лет. А ничего, что, саме стільки уже твоему сыну. А ему 15? Ну, я посуду. Ты выглядишь на приколе, шоу? На каком приколе? Надо же маме помогать. Мне нравится помогать. Это очень круто. Мужики так не делают? Да. Реально, посуду мыть. Я фигею. Папа, ну, оттого и мужчины созданы сильнее, чтобы помогать женщинам. Угу. Таира его уже зафартушила. Я в твои годы уже, я говорю, я на велике телок на раме возил. Сидял, да за мной бегала. И не то пиялка. Я считаю, то, что сильные и мужественные мужчины, это те, которые не боятся где-то опуститься, помыть тот же унитаз. Они реально выпускают паялки снимают. На отмину от брата, семиричная Кира, гроза школы, как был ее татан. Я могу двум пятикрасникам наваять. А ты мне помогай. Готовится новый участник на пацанке. Папина гордость. Охоты немае и до навчання. Кира, может, мы будем заниматься? Я занимаюсь спортом. Не, ну это не то, что нужно. Я хочу быть как папа, не как мамы. Короче, понятно. А вот Володя, мало того, что відминник, еще и футболист. Девка папина, да? Эти медали я добился своим трудом. И только своим трудом. Потому что я пошел на тренировках. Команды готовы? Все, ну давай, давай! Мне было так приятно, что девушка пришла посмотреть, как я гоняю в футбик. Он еще мне подсказывал в моментах игры. А-а-а! Поджали, поджали! Поджали, поваливай! Когда пришел на стадион, он уже все знал. Я вообще с ним занимался с детства. Он раньше тренировал команду футбольную. А-а, дед вообще футболом занимается. С детства, кстати, футболистами, чтобы девушка радовался. Давай, давай, сынок! Во, давай, Вова! Вот так, Савулыч! Все трибуны так вот, Вова, Вова! Блин, такие эмоции непередаваемые. Это так круто! Молодец! Да, молодец! Спасибо, мама! Если бы иногда и папа приходил, то у меня было бы в футболе плюс 30 уровней к скилу. Я бы вообще был бы очень сильно рад. Вовы на папу я здесь не видел. Мама постоянно приезжает за Вовой и привозит его на тренировку. Ну ладно, ему нравится. А мне это... Мне что там делать? Систок шистеть, транспарат-то натягивать. Что мне там делать? Еще пак. Адже встреч с одноклассником куди важливейше. О, Димончик, здорова! Привет! Здорово, дружище! Триста лет не видел? Как ты? Так все нормально. Меня зовут Ваня. Мне 37 лет. Мы с Димой познакомились в школе. Где пропадал? Ой, то в командировках, то еще... По делам, по работе. Не женился? Нет. Из нашей компании я единственный... Холостяк? Холостяк. Давай что-нибудь сорганизуем, ё-моё. Найдем тише девку. Девок красивых у нас или что? Засватать хочешь? Такой холостяк пропадает. Надо женить. Я уже на свадьбе хочу погулять. Я уже тоже тут закис в этой Ялте, ё-моё. Сбацать в холостяка? Только не того киевского, а нашего, именно местного, нашего народного, нашего настоящего холостяка. С любовью в сердце мы распочинаем проект... Себе схожить холостяка. Я буду как Гриса, если что. О, то это будешь ты идти, типа. Дима, тобі не холостяк треба дивитись, а хату. Бо не може дружина бути мамою і татом. У тебе все всегда получится. Нужно верить в себя. Договорились? Да, мам. Я тебе люблю, і ти станеш супер у нас футболистом. Дякую. Що, не без меня не разберуться? А Ваньке надо помочь. Да блин, он без любви загибается. Будем делать визиточку нормально. Мишку обнял. Девочкам это нравится. Решил создать такой ролик, чтобы Вань... Да он ему страницу создает? Блин, заинтересовались каждая. А, видео. Кто ты, шо ты? Меня зовут Иван. Мне 37 лет. Вань, веселей! Стой, фон такой вижу. 11-й, да? Я, Иван, мне 37 лет, я хочу спать. О, давай улыбочку и погнал. Я такой стеснительный, а Дима более подвижный. Я решил прислушаться к его мнению. У него уже, кажется, есть семья. Есть опыт, да? Я Иван. О, мне 37. О, работаю. Работаю в культуре. О, о, давай, давай, пошел, пошел. Люблю животных. Еще дополнительно люблю танцы. Я нормальный сельский парень. Финансово стабильный. И у меня есть свой дом. Если что, уже с преданным, да? До сих пор нету ни детей, ни жены. Предыдущие отношения были с девушкой намного младше меня. Я уже хотел более серьезного чего-то. Ей было 16? У нее на голове гульки. На этой почве и разошлись. Намного младше. Хочется серьезных отношений. Хочется завести семью, ребенка и ни одного. Дорогие девочки, приглашаю вас в шикарный ресторан в Ялте и готова отдать вам свое сердце. Залили это мы видео в интернет. И прикиньте, у нас поперло. Начали писать девушки. Блин, мы не успевали просто все перечитывать. Класс. Смотри. Что они листают? Так ты шо. Класс. Я что-то вообще ни хрена не понял, куда они типа залили, потому что это выглядит очень странно. Это не инстаграм. Мама, что это? Тимка, Ваня может и знайде кохание. А вот на тем... Вот что это? Такое чувство, что вам кто-то смонтировал какое-то видео с картинками женских лиц. Чекает перевихование. Хочется, чтобы он наконец-то повзрослел. Понял сына с семьи. О, а для этого треба испыт на батьківство сдати. Я бы хотела, чтобы папа стал мне другом, и чтобы он начал ценить футбол. Футбол и меня. А еще попереду трудовое навчание от хаты. Устала физически, устала морально. Хочется, чтобы поддержали тебя. Ну, пожалели, может. Я прошу этот проект. Помогите мне. Сделайте что-нибудь с моей женой. Она слабо работает, да? На дотовухе и на телятах ничего не... Жизнь не останавливается. Понятно. Пока мама сранку обходит каждого бика... Всех обошла, всем все дала. Тату прокачивает холостяка. Взялся двумя руками за тебя, чтобы другу найти хорошую другу. И сегодня свидание? Пока я не даю свои цели, это буду не я. Да найдем, не переживай. Все будет четко. Ой, Димка! Схоже хваливаться в арта тоби. Машина идет. Я рван, то не за тобой. Полиция. Я понять не могу. Это Ялта-село, типа, называется Ялта? А то... Я просто чуть не уехал. Наверное, что-то провтыкал, да? То есть, это Ялта не та, которая в Крыму, а какая-то другая Ялта. Сельская. Он говорит, да нет. Я рву... Да, вначале говорит, что какая-то своя Ялта. А я что-то реально подумал, что Ялта прям Ялта. А это какая-то Ялта другая. Что-то начудил? Дмитро, добрый день. Ага, ну ладно. Вы чудили 15 лет. Весело, я живу, да? Просто снимаю. Ну я ж, блин, это же не преступление. Они приехали. Мы приехали за вашей дружиною. Как за важливой особой. На справеднем кортедже. Когда Диблю заезжает. Ну это настоящие полицейские приехали, да? Не липове. В черной мере, ну хуй нехай. Все квиты вам. Спасибо. И еще будет много сюрпризов. Спасибо. Проходьте, собирайтесь, я вас подчекаю. Да, жетонно настоящий на груді. Ну думаю, все, Димончик. Мечты сбиваются. Ира уезжает. Подольше подержи там. Не, только неделю. Суток 15 хотя бы. На дождь, если мы ее заберем, вы же тут мало ли. Может, и не выживете. Ты хотел меня испугать? Не испугай пуганых. Дима, ну ты ж смотри за детьми, пожалуйста. Поедешь смягалками. Все будет, и не жаль, не переживай. Всего хорошего. Не беспокойся, я, если что, помогу ему. Так, только не надо вот эти телячьи нежности. Ну я вас умоляю. Я вас люблю. Я был рад за маму, потому что она поехала отдохнуть, потому что она давно мечтала поехать реально. Все, свобода попугая. Папа не приспособлен к этому всему бытовому делу. И баки не будет кормлены, на кирове не будет мыто. Малая счастлива. Вот она, например, будет каждый день. Прям видно, любит маму. Никаких правил. Ну раз Ира уехала, надо холостяку, блин, найти девочку или женщину. У нормальных мужиков должно быть любой наряд. Вау. Так, пойдет огонь. Буду, говорит, как вот в холостяке ведущим. Буду тебе помогать, говорит. Если что, говорит, за углом буду стоять, тебе подсказывать, что говорить. Вова! Сынок, ты за старшего, ты за главного сегодня? Я не могу. Чего не можешь? У меня сегодня игра важная. Ты можешь другу потом, невесту поискать. Друг подождет. У меня один матч очень важнейший. Что за такой матч? Ну, турнир у нас. Пулька. Это что, село на село или что? Типа да. Чего? Ну, сынок, по стандарту я больше чем уверен, ты же у нас чемпион, блин. Пан, так не поступает? Вов, да я успею до твоего матча все. А, типа, хотел, чтобы папа был. Я сейчас когда-то более обидно на папу. Бож утатка, думки только про одни. У него проект холостяк. Мальчишники, все дела. Женю, свадьба. Начнется движение. А что тут в этой Ялте закисать? Это капец. Это уже мамы показывают или что это? А, нет, это он романтику устраивает. Монтаж какой, прям как холостяк я, типа, да? Что, ты готов, нормально, настроился? Конечно, готов. Ну, все, что-то у меня было зависимо. Ну, и ближнем девчам. Да, конечно. Не узнать. Не докопается. Ни пылинки, ни соринки. Красавец. Высокий, сильный, крепкий спортсмен. Мэн. Ой, я только переживаю, что никто не придет. Видишь, никого нет до сих пор. Обижаешь, Вань, обижаешь. Придут, да? Конечно. Но я же на самом деле простой парень. Не такой богач, как другие холостяки. И я немножко, говорится, нервничал. Так, все четко, ждем, ждем, все красиво. Слышу? Я, когда поворачиваюсь, елки-палки. С прецентом каким? Калиспера, Иван. Нарена, Елена. Очень приятно. Это что, было турецкий? Богиня. Богиня. Душея, чистокровная гречанка. А, Греция? Увидела в Фейсбуке видео. Очень заинтересовалась холостяком. Он мне очень понравился. Я приготовила тебе греческий хлеб футо. Спасибо большое. Так, с детства у меня заведено в семье, что мужчины всегда должны быть накормлены. А больше ты узнаешь на индивидуальном свидании. Это что у нас, брата-на-на-та, перератает в холостяка? Мумия. Как уловянный солдатик? Ё-моё, надо что-то же делать. Ваня, мы куда пришли? Мы не на похороны, мы тебя же невесту ищем, ё-моё. Комплиментик заряди, Ванька, давай, давай. Ты очень красивая в этом гостюме. Гречаночка. Супер. Спасибо. Мне, походу, гречаночка нужна. Будет бдительней, конечно. Увидел, всё растаяло. Это только начало, Вань. Если такая пришла, прям первая зашла. Даже не переживая, кто там следующий зайдёт. Что тут за проект холостяк пошёл? Здравствуй. Здравствуй. Меня зовут Наталья. Меня Ваня. Очень приятно познакомиться. Моё хобби и моя профессия – это танцы, хореограф. Что эти танцы ему дадут? Ещё и без подарка пришла. Ну, как-то насторожила меня маленько это. Мой подарок, я надеюсь, мы увидим на индивидуальном свидании с тобой. Меня она зацепила. Красивая, в шубе вся такая именно, ну, как царица. А тебе он как? Ничего такое, да. Реально какой-то проект холостяк пошёл. Ты с серьёзными намерениями сюда пошла? Конечно. И потом посмотрим. Я с серьёзными намерениями. Как ты думаешь, будет много девушек? Ну, лично я себе, ну, своего уровня здесь как бы никого не вижу. Я думаю, время покажет, кто чего достоин и кто зачем сюда пришёл. Посмотрим, посмотрим. Да-да. Привет. Привет. Меня зовут Света. Меня зовут Ваня. Откуда у неё кубок, мячик, вроде такая красотка. Футбол – моя любовь, поэтому я хочу, чтобы ты тоже немножечко привил эту любовь к тебе. Вот такой у меня презент для тебя. И вот такой вот кубок, чтобы ты знал, что ты достоин всех самых высоких наград. И чтобы он напоминал тебе обо мне. Большое спасибо. Если бывают такие футболистки, то я за футбол двумя руками. Вон оно, где собака зарыта. Почему сынуля туда этот футбол и рвётся, блин. Какой твой любимый вид спорта? Конный спорт. Ваня, ты правду кажешь? Конечно. Ты ж задоволеннее не с дешевых. Мне было вот как-то неловко. Что ему сказать? Да литрбол? Ну, блин, преувеличил все свои достатки. Тогда давай пограем, чтобы сначала в футбол вместе, а потом ты научишь меня кататься на лошадь. Обязательно. Футболистка весёлая девчонка такая, общительная вообще. Очень приятно было познакомиться. Мне понравилось. Всем привет. Привет. Меня зовут Света. Очень приятно познакомиться. А тебя что сюда привело? Меня сюда привела любовь. Да, и съёмки. А как она тебя увидела в первый день, и прям любовь сразу. А вы думаете, с чего начинается настоящая любовь? С телеканала, с хаты на тата. Вы думаете, как это тут можно засветиться-то, а? Пришёл, увидел, победил. У нас в спорте только так. Я уверен, что сегодня у нас всё получится. Я найду свою половинку. Боже, там что-то собрались столько девок или что? Это он с каждой будет общаться? У нас же проект хата на тата. Меня зовут Валентина. Я пришла на этот проект, чтобы открыть для себя... На какой этот проект? Это не проект холостяк. На какой этот проект? На какой тебе вообще проект позвали? Что-то новое. Попробовать что-то в жизни. Новое ощущение, новые эмоции. Валю, який проект? Это не холостяк на СТБ, а просто черговая виталка Димки. На этот проект. Ну да. Я деловод. И хочу тебе подарить подарок, который бы я хотела, чтобы ты открыл дома. Спасибо. Понятно. Покорен твоей красотой. Спасибо большое. Она мне очень понравилась. Такая вот очень хорошая девушка. С перчинкой. Я видел, как ты облизывался, конечно. Ну, нормально? Нормально. Девушки лучше, чем даже в холостяке настоящем. Ой, Ваню, бачу, что с тобой все подобаются. Как ты в цемь в квятнике выберешь едию? Как тебе холостяк? Ну, впечатляющий, очень впечатляющий. Такой элегантный весь из себя такой. Ты такого ожидала, да? Да. А ты пришла с каким-то подарком? Или просто так? Это личное. А вы что подарили? Это личное. Все мы друг для друга конкурентки. Потому что это проект, где холостяк выберет одну. Я что, реально сказали, что они на холостяка пришли? Давал приглашение всем холостячкам? Боже. Тож за коханием пришли все. И будинок культуры. Ой, Боже, какой бачик. И аптека. Выготовила тебе настойку собственного приготовления. Спасибо. И библиотека. Я такая творческая, космическая девушка. Проходите. Пробуйте. Из вас из всех конкурентку я вижу только Валю. Потому что она молчит. Потому что были сдержанные. Да, молчит еще так, как и ты. А что не так? Что там происходит? Мне понравится хажей, как и ты, молчаливо. Да никто не он, она не понравится, понравится, как и я. Хочется же выбрать ему все-таки помочь нормальную бабу, чтобы он... Работящую. Жил с ней, как говорится, и не тужил. На что вы готовы ради холостяка? На все. Он просто пожелает. Все исполнит. Я готова ради него не на все, как некоторые Вальчика, но на многое. Он сюда пришел за какими-то основными чувствами и романтикой. На романтике особо... Далеко не уедешь. Нам надо что? Пожрать, приготовить, постирать, убрать, ну и все остальное. Расскажите нам, пожалуйста, что-нибудь про холостяка. Я не пришла сюда выбирать этих девочек. Он человек творческий, он человек душевный, красивый. А он поет или танцует? Он спортсмен. Спортсмен? Это по мне. Борьба должна быть жесткая. А мы на многих не кидаемся. Мы не кидаемся на всех. Нам нужен достойный мужчина. Из всех этих девочек я выделил себе сразу троих. Деловод, скромняшка, Ленка гречанка, Светка футболистка. Ну а выбор за ним. Сынок! Хороший пацан, хороший! Что вы, девчонки, как настроение? Капитально! Моевое! У меня было такое чувство, что это мой гарем, а я какой-то сулхан. Раскатал губу. Ваня, ты готов? Да. В кого пойдешь? Светлану. Мне очень заимпонировало то, что он позвал меня первой на свидание тет-а-тет. Расскажи о себе, я так понял, ты спортсменка. Я просто сейчас смотрю, идет уже какая минута. Мы вообще смотрим проект Хата на Тата. Если включить просто с какой-то минуты шоу, ты такой думаешь, так, стоп, подожди, я вообще то включил? Что я сейчас смотрю? Хочу сказать, что я не только занимаюсь спортом, но я его еще и организовываю. занимаюсь турнирами, чемпионатами. Спорт – это моя отдушина. Сразу почувствовал, что-то вот задело. Как йогнуло что-то. Что тут, Вань, как дела? Очень бы хотелось узнать, почему вы нарушаете наше, так сказать, свидание. Потому что это мой проект, да? Позадавать некие вопросы, там, стараюсь выбрать для друга, как для себя. У тебя что-то есть вообще за спиной? Ну, там, коровка, там, бычочек, поросенок, огородик. Приданная весть. Огурчики, помидорчики, огород – это, конечно же, свое. Сама закатываешь. Вот этими ручками. Ваня, со мной не будешь голодный. Взда будет убрано, чисто. Главное, не будет скучно. Смотрю на нее. Смотрю на Ваньку. Глазки горят, Вань, смотри, как я заметил. А он все, шторы опустил. Увидел два футбольных мяча. И все. И забыл, что мы сюда пришли. Спасибо за общение, было очень приятно. Спасибо, Светлана. Искра какая-то промелькнула между нами. Он такой интересный, боже. Все было так у нас хорошо, пока не пришел его дружок. Илья, у вас можно? У меня на индивидуальное свидание? Да. Ой, девочки. Ой, ой, ой. Удачи. Пусть оно пройдет хуже моего. Даже и не думай. Настоящая кричанка. Что тут еще, что тут еще говорить? Кровь с молоком, е-мое. Туда же. Добрый вечер, Ванечка. Добрый вечер. Наконец-то я принесла тебе свой подарок и хочу, чтобы ты его отведал. Я очень старалась. Спекла собственными руками. Греческий хлеб. Фулто называется. Лена Гречанка заботливая, хозяйственная. Это наш вариант. Это все. И третий со свечкой. Я даже заинтересован, чтобы все было нормально. И без вашей заинтересованности у нас с ним все может получиться. Согласен. Друг, конечно, очень сильно я смотрю на него действует. Он такой какой-то выскочка. Честно сказать, он мне не очень нравится. Лена, ну он мой друг. Если, допустим, у нас в дальнейшем продолжались отношения, ты бы его приняла? В нашей жизни его будет поменьше. Я заметил от нее такой натиск. И подумал, если мы будем вместе, то буду под каблуком. Я вижу, что ты альфа-самка. Ты мне дашь свой потенциал раскрыть? Это я с виду такая холодная мадам. А так я. Я тоже с виду кажусь грубым. Но в душе я мягкий. Вообще не кажешься. Мне кажется, ты очень добрый человек. Знаешь, у тебя такая улыбка. Я надеюсь, я вам не помешаю. Господи, что это? А то сидеть и ждать как-то не очень интересно. Вы немножко тут задержались. Что происходит? Я ворвалась на свидание предыдущей девушки. Ей это не очень понравилось. Но у меня было большое желание уже попасть на индивидуальное свидание с холостяком. Я не поняла, Наталья. У нас тет. Вообще ты пришла, перебила нас. Ваш тет уже подошел к концу. У нас вообще хата до тата. Мне было так приятно, что они спорят и за меня. Представил себе, что я какой-то там Брэд Питт. Что за меня борются две такие красивые девушки. Я, конечно, вас покину, Ванечка. Ну а ты, конечно, смотри и понимай, кто кого как себя видит. Ой, боже. Спасибо ей, что отдала свое место мне. Так как я люблю танцевать и я хореограф, я бы хотела с тобой потанцевать медленный танец. Я согласен. Это меня девушка покорила. Ты еще не можешь? Ой, мама. Закружила? Закружила? Да. У меня было такое чувство, что Амур мне сразу стрелу в сердце запустил. Я работаю с детьми. Это очень хорошо, что ты любишь детей. Потому что я встречался с девушкой. И она вот и не хотела детей. Получается, ты хочешь создать семью и хочешь иметь детей. Да. Твои и мои желания совпадают. У меня в костеле двань. Но у вас же тоже есть дети. Ой, че-че-че. Хочи, я тебе в домашнюю! Тыквы. Дарюшки принесли пауков и все принадлежности до хеллоуина. Мама, у тебя твоя мама все купила. И мы решили из тыквы вырезать груза и улыбку. Что это у вас тут происходит? У нас хеллоуина будет. Папа придет и будет ругаться. Не будет. У нас барафа на хате. Мы отливались как мари. И до самого, когда ноги забоели. Кто-то запал тебе? Понравился? Блин, все нравятся. Вот ты знаешь, я бы всех забрал бы. Всех? Да. Не мог долго познакомиться с хорошей девушкой. А здесь и это нравится, и это нравится. Я в замешательстве. О, присаживайся. Спасибо. Валя, конечно, зашла с козырей. Что я не смог, я не мог ей смотреть в глаза. Глаза рефлекторно опускались ниже. Естественно, как у нормального мужика. Ежика. Как у нормального ежика. Кто тебя заинтересовало из нас всех и больше всего? Это ты. А я? Да. А чем? Со стороны я посмотрел, шумные девочки. А вот за тобой заметил, воспитанная не вела себя. Подобавившая. Это побольше бы до словарного запаса. Раздупляйся уже, раздупляйся. Ваня, давай, действуй, шевелись. Мы так тебя не женим никогда, ё-моё. Почему ты так волнуешься? Потому что я такой, как бы, по жизни стеснительный парень. А тут у меня вот такое событие. И в ванне слов нема, опять слюна потекла, глаза в одну точку. Что это за питание? Надо что-то решать, надо какие-то делать движения. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне было как-то неловко. Такая интимная остановка, разговоры, всё хорошо было. И тут он ворвался. Я лишняя, наверное, да, в этой замечательной компании? А сейчас ещё девушка обидится. А вдруг это моя судьба? Ну подожди, Алё, растормозись. Есть там ещё варианты, на что посмотреть, кого выбрать. Я занимаюсь творчеством, рисую картины. Мне очень нравится природа, море, живопис. Да художники, они с прибабахом. Ван Гог себе ухо отрезал, схавал. К чему? Кто его понял? Готовы очудить? Ну так, знаешь, спонтанно. Пришло, бах, пошла, что-то и... Да, такое бывает. Мне нравятся яркие образы. Хотела покрасить фиолетовый. Но решила стать оранжевым. Ване надо нормальная баба, а не вот эта вот инопланетянка, ё-моё. Ты готова, допустим, к жизни более спокойной? С космоса готова приземлиться на Землю? Да, на Землю. Я нахожусь между космосом и Землёй. Могу уже себе представить, как в селе, когда надо собирать картошку, а мы смотрим на звёзды. Ой, что тут отойдёт? Я всё понимаю, конечно. Ну, наверное, до свидания, Катя. Голос вроде знакомый. А, это та, которая бабкой была? Совсем не бабушка. Я искренне офигел. Неплохая стратегия переодеться в бабушку. И тут такой сюрприз. Вот она я, красавица, умница. Умная, талантливая. Любит поговорить, да? Это наша женщина, ё-моё, ничего себе. Личность интересная, конечно. Но всё же... Мне же с ним, а я, да? Уже, сам ты понимаешь, возраст, возраст. А я хочу детей. Ну и девочки ж сидели, волновались, перерывали, что у кого ж он всё-таки выберет. Сказал, что выберет меня. Ой. Смотря за чего, тебя или непонятно что. Распустила тут. Сразу видно, что он тебе только помогал. Он сказал, что я очень интеллигентная. Они, как вы, здесь все. Он сказал, что ему нужна весёлая девушка, я не скромная, как ты. Что будет своей интеллигентностью у него в огороде делать? Просто интересно. Сейчас буду типа выбирать. Боже, это самый быстрый холостяк. Дим, чата! Не сварите. Счастье жукошное свое. Это холостяк за полчаса. И вот наступила церемония роз. Вы все прекрасны. Вы церемония роз. Но я должен остановиться на ком-то одной. От волнения уже было трудно дышать. И мне было тяжело определиться, сделать свой выбор. Ксения. О, спасибо большое. Большая разница в возрасте и немаё. А, типа всем по розе, а одной больше всех роз, да? А, нет? Ты очень красивая девушка. Но на огороде тебе не справится, да? Мне нужно, чтобы на огороде пугало. Мне всё понравилось. Но искры вот этой первой, вот её не было. Ну, как не хватает какого-то задора. Каролина. Интересная ты девушка. Ну, не моя. Но выбор стал на другой. Я всё понимаю. Удачи тебе. Спасибо. Тебе спасибо. Очень молодая. Чего мы с ней будем вот разговаривать? Тут тебе старая не подходит. Я буду рассказывать о том, как динозавры бегали. А она как айфон перезагрузить. Катюш. Спасибо, что ты есть. Ну, в космос смотреть вместе не будем. Не было искры твоей первой. Опять искра. Да ну и ладно. Я тоже за неё особо не переживал. Наталья. Что, он гречанку выбрал? Твой подарок. Ну, искры не было. Ну. Не было искры. Раски. Раски. Жени. Эти уже гонят по искру. Осталось я. Фаворит мой гречаночка. Ну и футболистка. Елена. Как по мне, что не первый, что не второй вариант. Ну, то ладно. Ты прям греческая богиня, конечно. Что-то та, что-то жёсткая. Гречанка – это самый наш вариант. Ну, ты любишь доминировать. Мне надо чуть-чуть попроще. Спасибо. Я понимаю, сердце не прикажешь. Мог бы и меня, конечно, выбрать. Ну, я, честно, и не сильно расстроилась. Выбор пал на одну. Дать угадаю. Больше всего у меня запала в душу футболистка Света. И я надеюсь, что наши отношения будут развиваться. Я думаю, что это та девушка, которая мне нужна. Я приглашаю тебя на второе свидание. Конечно же, я пойду. Теперь, наконец-то, я буду не одинок. Это ты почему так решил? Поздравляю. Я надеюсь, это был правильный твой выбор. Спасибо, дружище. Спасибо Димону за то, что он есть. План мой сработал. Сейчас быстренько приеду домой, дам детям ЦУ и поеду на автопаде гулять и веселиться. На мальчишнику жду. Это типа хэлогин, паутина, да? Это капец. Все в тыквах. В этой лужпеньях. Дотя, ты шо творишь? Волох, где ты? Ну да, такой срачельник устроили. Решили облегчить жизнь? Ты делаешь приятно кому-то. Я сделаю приятно тебе. Держи. График. Я уже вижу, какой там список. Твой час настал, папа. Так что жги. Приготоваться снеданок. А если ты это не сделаешь, то нам будет папу так вот. Кредит. Зробите доти зачистку. И чё что? Вот это мне больше всего хочется увидеть, потому что папа будет очень сильно возмущаться. Да помогти теще выкопать картоплю та посортивати. Вы что, на приколе? Там будет треш-контент. Время, время меня смущает. Как, ***, можно это все с 6 до 10 все это сделать? А мама же как-то это делает. Как это? Это невозможно. Это нереально. Папа, ну ты можешь уже начинать. Зразумевши, яка завтра на него чекает патти. Каждые 10 минут надо начинать делать новую работу. Димка забыл про холостяка. И вырешил залишитись у хатти. Все, холостяк окончен. Все. Два часа ночи, я ***. Иди ложись спать. Сейчас вставай. Димка, прокидати час. Сегодня ты, как первый раз у первый класс. Я в такую рань, наверное, просыпался, когда меня мама в школу будила. И то я отворачивался и продолжал спать. Вот уж я и кажу, сбирайся. За Роскладом. Для початку трудовое и самостейно с кулинарии. Суп гороховый. Хватит. Я сразу принял для себя решение. Никаких рецептов, никаких заморочек. Все, что, короче, видел, попудало под рукой. Морковку, картошку, горох. Накидал. Че это такое? Ну как я могу спать, а шоу папа столько работы? Суп? Да. А че оно так воняет? А я люблю горох. Гороху такой, потому что переварится, покипит. Гороховая каша люблю. Я вам скажу, будете потом пердеть еще вдруг на двор. Да будет боже. С мяском бывает. Идем управляться. Привет, придурки. Теперь я ваша мама. Цепанутый, тюхи по-братски. Лунтик, газуете давай. А им еще и стены подавать? Все, пацаны, живите и помните мою доброту. С такой физкультурой. У меня будет теперь три дня крепатура. А ты думал? Всех напоил, всех накормил. Мне б так жить. Ну такое хозяйство реально большое. Все довольные, все накормленные. Дима, а точно все быки есть? Лунтик на месте, Тася, на месте, Буян тут. А Борька, где? Где он мог пойти? Давай, значит, там, смотри. Да он как сквозь землю провалился. Папа, я там говно его увидел. Я там говно его? Вот такая большая куча. Тож по горячих следах. Димка Холмс и Кира Ватсон. Знаешь ли, да? Он еще ж буйный такой, да? Ходит мой Борька у соседа в полисаднике. Пошли. Идем. Бычок прямо. Железно, чтобы этот придурок уже по гостям не ходил. Пошли, Кнопа, там суп наш пригорает. Захожу в дом. Понюхаю. Все скипело, да? Или сгорело? Я уже понимаю, что все. Да что, ***, выкипел, ***. Снизу пожарился, ***. Супа не будет. Я кушать хочу, ты смотрел, ты членов. И я кусочка, что? Ты это будешь кушать? Нет. Папа, руки жопы растут. Я офигею, я не знаю, за что хватает. С какой стороны его поведи, за что его гачить? Бачу, без женки ты ничего не знаешь. Бери веник в руки. И прибирай после вчерашнего хэловина, донечки. А там же, в этом зале, эти тыквы, все липнет. Мусор, черт, ногу сломит. Да, насерно. Что мне делать? Мне уже телепает внутри. Фу, ***. Уже нервы сдают. Он решил выкиднуть скобром. Блин, хочется ж как лучше, как быстрее. Папа, там две миски хорошие. Мне ***. Все забор. Серьезно? Да, я не думал, что папа мой слабонервный такой. Кирочка, а ты чего плачешь? Папа, руки, номер, зачеринку. Иди сюда, папа. Что, братанчик? Поехали с бабушкой номер. Есть. Что такое-то? Пожалуйста, бабушка будет твоим бабушке. Зачем бабушке Лены? Потому что это ее сын, пусть и она приезжает. Зачем? Папу на... Чтоб сказать ему что-то. Он всю мою красоту испортил. Да какой я дурак, что я ее обидел. Я ж не специальный. А чтоб донечка не тримала на батька образу, бросаю все, пока я ребенка не развеселю никаких графиков. Что за шапка такая тонкийста? Кируха за рулем, как настоящий, как, блин, Арнольд Шварценеггер, как вот она на Харлике. Та шуйно те, что почула, что зять гоняет селом без дела, одразу знайшла ему работу. Он нам поможет выкопать картошечку. Давай, я уже ведерочки приготовила, пошли. Вот мы с папой и приехали. Надо тебя же учить к работе, приучать. Свой огород засеял в люцерковь, чтобы ни хрена не делать. Хоть у тещи поработай. Я думал, хэллоун вчера был. Оказывается, он продолжается и сегодня, потому что одна бабаяга не улетела. Давай, копай, говорю тебе. Трудовое навчание в театре. Надо тебя же учить к работе, приучать. Хоть у тещи поработай. В эфире снова ваша Ката. Я думал, хэллоун вчера был. Оказывается, он продолжается и сегодня, потому что одна бабаяга не улетела. Давай, копай, говорю тебе. Да тут можно кони двинуть, ё-моё. Там мурашки по коже. Я не помню, чтобы я вообще так могла расслабиться. Цілий тиждень у Львові мама відриватиметься, как безтурботная девятиклассница. Хотелось кричать, пищать. Відчуя себя тією ж красуною, что и на выпускном. Я в шоке. Хорошо, накрасили. Это не я. Просто какой-то космос. Та пориневу роскіш, на яку заслуговує. Все настолько красиво. Ну, как вот идешь, как будто по музею. Страшно дотронуться. Я точно на всю жизнь запомню это все. Мне непривычно, что вокруг меня теперь все вертится и все делается для меня. За столько времени я наконец-то почувствую себя женщиной. Копай, копай, не отвлекайся, давай. Тюсенька, ну я же сейчас много переведу, ё-моё. Давай, давай, копай. Переведешь, такую и кушать будешь. Я сейчас на этой картошке тут убьюсь, а потом я график точно, я вообще тогда уже точно не справлюсь с ним. Ну ты хоть мешок накопай, ведра три. Да какие три ведра? У меня уже хребет начал стрелять. Позвоночник клинить. Папа, чем быстрее будешь копать, мы быстрее не уйдем. Вот, видишь, ребенок тебе золотые слова говорит. Я ему помогала, как могла. Менше двух годин теща над душею взятя простояла. И наконец-то мы скопаем. Доча, быстро грузимся и валим отсюда. Собираю свои манатки и ждать домой. Дима, яке это додому? А своих батьков проведете? Как это Ира в последний дорогом селе? Уже забыл, честно говоря, когда последний раз там вообще заходил. Привет. Ох, мои китюня. Привет пока, до свидания, как дела? И поехал дальше. А что ты голопом, голопом? Ты хоть бы остановись матерью, спроси, как дела, как здоровье. Мама, некогда. Ну, вот так всю жизнь некогда и некогда. Доча, поехали. Понятно. Та Олену Дмитриевну таке. Не влаштовывая. Нету слов. Одни эмоции. Твой сын. Тож, побачивши сына вперше за два месяца, батьки его с двору просто не выпустили. Тоже запрягли. Будешь знать. Иди, попробуй, иди, помоги. Покажи орудие труда ему. Говорю, что надо делать? Говорит, навоз кидать. О, боже. Триста лет этого не делал. А у этих тоже, как коровы. Не буду зад кидавать. Что там, Дима, справляешься? Да. Вычистил, у коровы все. Дима, и у бролера уберешь. Та ёшкинбобик. Фу, бля. Я больше, чем у коров, бля. Ну да, птичьи пометан другая. А потом еще родители спрашивают, что я к ним не заезжаю. Так, все, я погнал. Потому что некогда, некогда. Утку ловит. Ханять! Все, я не знаю. Зарубал, короче, закинул ее в кастрюлю. Залил водой. Ага. И шпаривает. Чтоб чистить было легче. Как ее утопить? Она плавает, какая-то шутка. Понимаю, что... Жалко птичку. Но у меня не получается. Пусть все услышит, пусть все придет. До зятя на помощь. Она живет у меня там три дома. Тем более ветерок такой поддувал. Должно было сработать гарантийно. Часа, Часа, приходи. Бежит. Бабушка бежит. И те, как Супермен. Кто меня сказал? Так она... Зачем ты на всю улицу кричал? Теперь люди что подумают? Что думают тебе, что у тебя зять с прибабахом? Что ты переживаешь? Ну так же некрасиво. Надо же думать головой, что делать. Зачем ты меня позвал? Теченька, ну если бы ты помогла, вот это было бы все мне намного. Не-не-не, мой сыночек. Жена твоя по две, по три штуки в день потроит. И кроме того, столько работы делает. По две, по три в день? А нахрена им столько? А ты жрать давай. Вот тебе теперь делать. Типа на будущее морозит? Как жандарм. Давай патрой быстрей. Как махуя, он и так как щипальная машинка. Ему, может пальцы. Ага, вот ты будешь знать, как оно все делается. Работай, работай, щипай. Да шо вы провалили? С этим татой на хато? Почувствуешь. К шести утра дойдет. Да я уже четыре раза пожалел, что я ее и позвал. Я думал, ты попозже, ты пришла только триндеть на меня. В следующий раз будешь думать, вызывать тещу или не вызывать. Иди уже домой, дед там тебя уже заждался. А шо там у тебя в доме делается? Порядок идеальный. Одна те, що азиатеві поверить, шойно сама переверить. Ой, я зашла в дом, а там такой бардак. Ой, мама родная. Ой, 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 ой. Везде какие-то блестки, семена з кабака, висели паутины на потолке. Капец, полный капец, шо творится. Это ужас. Видела бы это Ира, она была бы возмещена до нет предела. Миколаевна, на счастье вашей Дониці зараз ну зовсім не до цього. Когда массировали мне один человек ноги, другой человек плечи, скажем, у меня автоматически глаза просто отъезжали. Такого наслаждения еще никогда не получала. У него внешность какая-то такая, немножко кавказская, особенно когда накрашена. Просто обалдела. Я расслабилась и получала просто удовольствие. Утка, по-моему, мясо жестче, чем куриное, да? А у меня больше вот откажется работать. Жрать хочу просто капец. Ох, лексикону, девочки. Ну, яблок нету, конечно, естественно. Груши поздние. А ну-ка, шо там у соседа? Та там же шо соседа целый сад. Пойди дернишь штук пять-шесть. Вот так, прям в запазу худоть, з дерева. Только смотри, шоб он тебя не увидел. Нормально учишь ребенка. Жди, доньку пошлеш красти. О, я тебя умоляю. Та я в свои школьные годы по деревьям лазил, как щегол какой-то. Черешня, вишня, яблоки, груши. Одноться вся в меня. Ага, нет никого. Пошла на дело, да? Когда я пошла на дело, яблок вообще на дерево не было. Я на минутку стараюсь подумать, а потом смотрю, там куча яблок. А, уже сорваны. Опа. Блин, это очень плохой пример. Кирочку, ах, ибо можно, брат и чужих. Не поймай, не вой. А если пойман, то извините, да? А, Дос, это справаное задание? О, приносит. Ё-моё, такие здоровые яблоки. Так это айва. Как айва? Дос, это капец, это айва. И чё теперь? Не кушать, что ли? Ладно уже, айва, значить айва. Будет сайвой. Залазь, б***ь. Хотя айва тоже очень вкусный фрукт. Ну, дороже, чем яблоки. Я думаю, сейчас и вторую затусую. Нафаршировал ту утку, что она аж чуть не закрякала. Что-то вторая, я вижу, а с собой не впихнулась. Той перчик. Всё как в книжечке написано. Правда, я уже забыл, когда я её в руках держал. Фу, б***ь, как она отключается? Как по мне, мне кажется, можно было не цельное яблочко, то есть айва можно, ну, айву, ладно. Её можно было бы нарезать бы, она бы больше сока бы пустила бы, и вот кусочками туда, и потом эту айву ещё вкуснее кушать, она пропиталась бы, то есть если бы нарезано было, как по мне. Оно не работает, что ли? Двозник этот, папа. Это же просто, как два плюс два четыре. Засунью. Где это? Значит, работает. О, ты понял. Кто тут, вова наверху спит? Да. Так, вот это его, да? Сейчас, думаю, это будет как на физкультуре. На первый, второй рассчитайся. Слазь, Кноп. Я тебе помогу. Ну, на, давай. Значит. У него хоть руки из плечей растут, но я думаю, вы сами понимаете, вот так вот надо заправлять. Такая больная пластинь, да? Нет. Вова. Я ёрзаюсь, а потом всё у меня вытаскивается. Ещё под шнурочек скажи, у меня тоже часто вытаскивается. Желательно. Тоже мне ходит умнейший профессор. Хай скажет спасибо, что я хоть так застилил. Кира, уйди. Я помогаю, ты маме помогаешь, а я папина дочь. Всё бы ничего, но когда они взялись за пододеяльники, это Галя сушевёслы. И как эту хрень туда затолкать? Откуда у вас этих разных детей? Это дурдом какой-то. Ну, реально, ну, дырка вот, одеяло вот. Да это как шубу в трусы заправить. Туда сначала одеяль. Надо его вывернуть. Надо его вывернуть, наверное. Да что ты делаешь? Сыну, ух, дойся, смотри, лайфхак новый. Лайфхак таков. Сейчас расстелю пододеяльник на полу. И что? Кину туда одеяло, и всё будет как под линейку. ***, запутался. Я в хак, что-то не получишь. Ну, он без руки, я же вам говорил. Да я заеду туда и все спрягаю. Мозг в этой семье я. Ныряй. Давай. У тебя углы поправляют. Ага. Ты там главный уголок, найди другой. И можешь вылазить. Нахожу. Тоже без мамы трои школярів только с постелью разбиралися майже годину. Фу, блин, капец. Вот это я в хак настоящий. Без меня он вообще ничего не может. Всё, красота. А построить место для беку? Дима, так не треба будувати. Ты плилкою век дал бебли и соломы бичкам не носи. Капец. Когда я сейчас, сейчас, давайте подумать чуть-чуть. Такой прям бизнес. Сейчас, мукам воды подумаю, всё прикину к носу. И тут меня осенила идея. Давай, короче, в мамину виллу запустим телят. Чё? В мамина вилла? Ну, это как у нас кладовка и летняя кухня. Давай. Они там носуются, капец. Ну и хай срут. Дверь чик откроем, поможешь мне загоним туда. Нормальный ход. И телята в тепле. Да и мне не сложно. Теплетняя кухня. Это ненормальное явление, ты понимаешь? Он вообще чуть-чуть, как я в чаях говорю. Даня, шикарно, просторно, светло, ё-моё, всё есть. Да тут для быков будет all inclusive. Жесть. Им понравится. Если похолодает, соломки притащим. Притащим сюда. Я так понимаю, это у них такая типа кладовка местная. Быки в хате. Что в голове у бати? Йоу. Человек, который говорит это, там что, мы будем закрывать их, где свиньи были. Когда это будет? Сделаем потом, когда будет время. Никогда не будет. Потому что он говорит, говорит, а руками не хочет делать. А ну давай банки помогай собирать. Ты их балдеешь. Слушай, ну ты будешь быков заводить. Ты будешь балдец. А я... Шо? Там дракон! Понятно. Не, кто хочет балдиться, а я дракону пою. Да куда ты? Они сейчас в конфет с натуры ломануться кладут на улицу. К ним нужно с лаской, с любовью. Они же умные существа. Пошлите на место, пошлите, пацаны. Пошлите, я вам покажу новое жильё. Ну блин, ну прямые, как бараны. Нишка, пошли на место, пошли. Ты что, бодаться будешь со мной? Ты шо? Ну да, им же нужно место, чтобы зимовать. Да я с теми беками промудухался. Телята еще. Потерял кучу времени. Пошли. Пошел, давай, давай, давай. Современные фэнтези по сравнению с идеями моего отца. Вообще, курьи в сторонке. А убирать там как? Это ж дом. Сейчас я и пацанов других сюда приведу. Что ты делаешь? А они уже насрали. Подселил я к нему еще и Буянчика. Давай, я говорю график. Ах ты мой красавчик. Буянчик, пошли, пошли сюда. Проходи по салону. Что в твоей голове. Красавчик. Зашел. Обжился. Обнюхался. Мишка, пульт на холодильнике, удобство на улице. Сейчас твои друзья докушают и придут тоже. Димка, пока ты с БК вывозишься, голодные дети уже теж бикувати начинают. Мы похаваем сегодня и нет. Ё-моё, то там же у меня утка на чили в духовке лежит. Папа-папа. 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 Чуть-чуть подрумянилось. Полил папа, молодец. No comments. Красивая. Папа, пьем вещь. Что надо делать с ней? Стой. Немножечко большая температура была. Жечь, 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 жечь. А ну ведите себя нормально, что вы как обезьянуки. Потому что мы жечь. А я, конечно, все понимаю, но там, конечно, в Папе колодки еще. Какие колодки? Что он выдумывает? Лань, свежая колодка. Вот это папа щипает. Колодки это что, перья? Спеши горячее. Утка бы невкусная. Косок бывна. Нет, такое кушать невозможно. Это даже нельзя прожевать. Ну, само по себе утка, она более жесткая. Готовщик с папой не кокушает. В своем репертуаре. Что? В своем репертуаре. Ты что, что непонятного? Я, блин, для них старался. С дикцией лучше плохо. С этой уткой возился. А благодарности никакой. А за что ж дякувати, як від ранку ничего не ели? Лишь, утка невкусная, осталась только косточка. Да я уже не рад, что я понастягивал их столько сюда. Невкусно, невкусно. Вы что-то много жрете, пацаны. Я, конечно, понимаю, что вам хочется эту вкуснятину лопать, ну? Вы же меня поймите. Вы меня по миру пустите, блин, с такими раскладами. Солому жрать не хотят. Сено надо достать. Тюрки такие, да? С быками разобрался. Теперь давай до птицы. Бролеры. Утки. Да у меня уже ноги не держат. Да, хозяйство такое. То ты руки с кишень выймай и давай их учишь, вычищай. А где они раньше, я понять не могу, держались зимой, тогда рогатый скот? Шо, нигде? Вчера был день холостяка, сегодня день говна, блядь. Ну вот же какое-то место, правильно? Это же, наверное, оно и есть. Тут я взял только обролеры в выгребке. Молодой, красивый лазер в этом говне. Это ужас, блядь. Тут уже надо у собак почистить. Внутри, что день говна, блядь. Какого хочешь, блядь. Элитная, блядь, не элитная, густильная, куриная, уже что только не убирал, блядь. А пока батько вычищает, сын его невмелесть прикрывает. Ну, это нормально, как будто, что мы не кушали весь день. Поэтому я решил приготовить хинкали, потому что лучше понадобиться на себя. Хинкали? Давай, давай, братская сила. Все, братанчик. А она же не братанчик, она сестра. И начали лепить. Ох, я чувствую, сейчас будет хинкали. Я тоже лепила, как могла. У меня получишь. Кира, реально хорошо. Во! Что, реально? Я шучу. Я начала их потихоньку кидать в воду и мешать. И вроде начали получаться ничего таки. А что, со сметанкой, да? Ну, просто превосходные, скажи. Чтобы напохли. Мы с тобой свои шедевы. Чим не аби, як здивували, татка. Захожу в дом. Они сами приготовили. Блин, ё-во-ё, запах такой. Ну, это сильно. Сами приготовили. Как будто жена вернулась. Слышь, а пахнет реально вкусно очень. Братанчик, ты просто посмотри на это, сколько здесь сока. Посмотри. Они реально молодцы. Утерли папке нос. Папа, это я тебе оставил. Мое превосходство. Чтоб я не завернулся тут на кухню. Я суп спалил, но они хинкали налепили. Это что и вкусно, да? Хинкали на пять с плюсом. А папе двойка за обед, а за суп – единицу. Сытые и счастливые дети пошли спать. Давай, породеяло. Все, Вов, лезь. Все, я помню. Я, если честно, им завидовал. Я уже тоже хотел на боковую. Ну, у меня еще было дело, мама, не горюй. Так, все, Мастер, вы его начать. Я хрен не могу. Да я как у Таюлау, как накрутил сам себя и пошел. Многие уже отказывали, уже шумели так, что я их не чувствовал. Тож, о первой ночи, испыт по графику. Как это все тяжело. Димка на силу так и склав. Я не думал, что оно так тяжело. Сегодняшний день для меня был, наверное, урок жизни. Я ее не слышал. Не прислушивался. Подшучивал. Это вот такое спасибо за то, что она встретит, накормит, напоит, выслушит. Время осознаний. Да потому, что дурак и эгоист был. Я исправлюсь. Я сдам все недочеты в наших отношениях. Приедет моя котенька. Все будет подробно. Все будет подробно. Теперь обязательное задание, да? После вчерашней школы выживания. Точно что будет с сыном про футбол. Ничего не слушается. Ни руки, ни ноги. Я сегодня утром встал вообще как старая лошадь. Все болит. Все, блин, конечности. Канатат очекает не каникулы, а обовязковые завдания. Барабанная дробь. Подготовить сына до первого увидения? Хрена себе. Я думаю, там про футбол будет. Мой сын, что не знает, как телочек кадрить. Он счастливый. Есть одна девушка, которая мне нравится. Она очень красивая. тем более я когда я вижу мне как будто всего парализует не могу не двигаться не говорить ничего для меня это расплюнуть я вчера позавчера блин холостяку ваньку такую футболистку нашел и все у них получилось а вот я сына за стильки роков ты не стал ни справжним батьком не другом за 15 лет он ни разу не подошел не спросил как у меня на 15 не выглядит согласитесь младшую тут еще и с ним надо подготовить первое побачение вечером и все это выполнили выучить стишок с донькою вирш до свято осень вообще просто у вас свидания я должна быть стих учить а я сам никогда стихи не учил димка но упорай тоби колыш починать не тихо ж дурныць дойку навчали ни хрена ой шо ж ты делаешь как четко ни хрена ни хренушечки хорошему дочку будешь учить когда-нибудь я теперь откуда не такой же стихи сложно потому что она не выговаривает буквы р и л ты шумбург из дикции злога петру все ему сказать сам виноват папа наконец-то должен стать отцом а не учить керу глупости а якщо постарается то может нарешті и сыном хорошим станет порадовать и батьки я для них уже одна такая самая большая радость что тут еще радовать димка так боится чтобы его не припахали что намагается и маме заявый раз на очи не потраплят и тэшину хата стороной обходить и уехал пипит и проскочил начинают наезжать сразу мой любимый за чем занимается взять не дать не взять знаешь он никогда не моим не своим родителям то не сказать хорошего ничего не дел папа можно здесь короче текущую тему организовать лимузин чтобы они короче не будем откуда день его в аренду а меня кто радовать будет дружина колы приеды якщо заслужишь звестно выдаешься завданя это что значит одеть мне рюкзак пойти школу отсидеть уроки получить домашние задания и придет можно выполнять их или что да не димка школу ты уже прогулял а вот диплом господаря еще можешь отримать к нам приходишь в дом стулья отломанные задние спинки поремонтировать много чего в доме тебе вообще не стыдно ты хозяин или кто розетка не работает там то не работает домашняя работа мама психует годами умоляет папа что папа сделал папе наплевать ничего себе но мама и дала конечно задание это на самом деле несложное задание то что робить и сбираешься думаю сейчас зайду до вовы у разнюхаю разведаю узнаю как уника сынок давай говори кто она и будем решать эту проблему вместе устрою вам свидание и все задание выполнено кто ну ты можешь сказать нет папа ты же гонишь ты меня стесняешься ты боишься чая тебя на ругай блин в чем дело что происходит даст мне какие-то тупые советы так абсолютно чужих людей я познакомил друг с другом шо тут ваня как дела хочется же выбрать ему все-таки помочь нормально так что давай признаваясь помочь и реломаться скажи как и зовут ну не могу каким образом я только не спрашивал как я только не выпытывал нет нет и еще раз нет ну почему я не готов еще признаться что это за ответ такой ну что за блин почему он так себя ведет стеснялся лет я ему никогда ничего личного то что у меня в душе не рассказывал ни разу не подошел не спросил как у меня дела ну как не задание выполнить как эту галочку поставить как то что вместо вашу ты выполнишь это задание для меня это не просто галочка для меня это большой поступок номен под юб вник пойду лучше скируха позанимаюсь а любому перец а в эту школу разбираться в чем тут дело здравствуйте подкинули мне задачу такую подготовить киру к осеннему короче балу там празднику у рожая точно у меня сразу голову пошли кабачки блин морковка буря красный овощи и фрукты разобраны поэтому остается кукурузка когда учитель созвонил и тогда ехать кукуруза сегодня последний день раздаем слова внизу вообще ну никак не до этого я не хотела быть кукурузы посмотрю тебя даже курточка похоже на кукурузку она похожа на банан что от меня вообще требуется мы хотели бы чтобы приготовили вот такой стишок кирочка ты выучишь а папа тебе поможет в этом да папа да ради бога без проблем желаю вам удачи успехов спасибо и терпения только вы вышел с кабинеты кира как не кира его как вроде подменили я не буду кукуруза я не буду кукуруза может смеяться с меня это трагедия и хоть штатко добре разумеешь что виноват всему буква р послушай меня нет я не хочу ей букву ры выговаривать надо было бы конечно работать с дикцией тут не приходит идея если сделать классный шикарный костюмчик то она за все забудет сразу и будет классной кукурузкой смотри это кукуруза костюм кукурузки мне понравится смотрю у нее немного настроение поднялось слава богу лед тронулся наконец-то странно чего не дали задание типа позаниматься с логопедами не знаю что такое типа девочки реально нужна помощь а тут как бы без стишок про кукурузку весна доброе аль ягьте санта тейкостю page я еще тошу я димка таких мастерів швейной справы у нас уже стильке было сегодня стоп 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 его сната это было что такое 4 что такое что такое 44 плотно ты бачу спроты Что ты его держишь? Ну так я не знаю, что починать, что я, что я, костюмер, что я депутат. О, Серёгу Лидван, я уже смотрел. Тупо ни хрена, тупо гусь лапчатый, получается. Вот он у меня на канале есть. Да я ни один урок труда не пропустил, там же была Ира. А да, с остальных времен еще придет. Я вечно возле нее там шуры-муры своих стрел и амура пускал. Ну таким макаром я и сшить научился заодно. Так это ж было 20 роков тому? Пошью, ничего тут сложного. Это же там не свадебное платье в конце концов. Тем более для ребенка, блин, второй класс. Так, нам надо зеленый простый. Тут я еще вспоминаю, что где-то когда-то я спотыкался через швейную машинку. Динь-динь-динь, сейчас пойдет вся эта фигня, только руки верти, и все будет классно. Сейчас, забац, Индосе, такое платье. Все бассутся. Бляха-муха, стой! Начал все это вроде делаю, все вроде правильно. Заживало. Оно жует эту же нитку, затягивает то туда, то назад, то узлы вот такие. Чего она не работает, ***? Потому что это быстро кричит надо. Ну такая швейненькая машинка старенькая. Старался приборкать швейную машинку? Не знаю, доча. Уже нервы сдают, блин. Просто тупо потерял время и нервы, все. Чего я, ***, чтобы я ее видно не было? Понятно. Все, тихий час. Миться и спать. Оскільки с детьми геть не клеится, Димка вирішив на них часу не марнувати, а взятися за батьків. Привет, теченька. У меня сюрприз для вас есть вот один. Да, дети, правда? Ну да. Звоню своим родителям. А что делать надо? Вы бы красить? Да. Ну, рассказывай, Димка, чем вирішив батьків радовати? Повезти их на ферму. Хм, ты думаешь, поездка на ферму их порадует? Так они и познакомились на той ферме. Что, они не рады будут там побывать? Как я понимаю, подалок будет не таким все же. Прическа, губы накрашенные на шпильках. Дед тоже смотрю при параде. Директор колхоза, ё-моё. Теченька, давай живенько, потому что спешим сильно очень. У меня еще куча заданий. Заезжаю до своих. В машину. Едем и мечтаем. Едем в кафе. Ну, какой-нибудь кинотеатр. Угу. Потерпите чуть-чуть, сейчас все будет. Все увидите своими глазами. Так, пошлите. Ох, ни хрена себе. Коровам хвосты пришли крутить. Думаю, ничего себе, что это за... А там, я смотрю, такой неплохой бизнес рогатого скота. Вот почему они коровы держат. Батьки, тебе точно удалось. Но, скажем, вы не совсем не рады. Дима, ну вот это, это я губы накрасила, чтобы коровы на меня посмотрели, да? Ну да. Что я не так сделал? Привезал, ходите, кайфуйте, балдеть. Вот это весь наш сюрприз, показать на коровах. Да неужели я не заработала лучшего сюрприза? Ну да, как-то это. Какого-нибудь приятного. Сыночка, только расстроились. Хотя бы в кафешку сходи, да? Блин, дяди просто стали надули щеки, губы напужились. Привез в коровник, корову смотришь. Они мне дома надоели. Тож, аби не потрапити під гарячу руку тестя, Димка вирішив про покатушки на тракторі навіть не заикатися. Не нравится? Как хотите? Грузитесь, короче, в машину, все, едем домой. Порадовати батьків у Диме не вийшло, а от як донечку потішити, він точно знає. Надо ребенку делать все-таки этот костюмчик. Димка, ты ж ж ты до того костюма вчепився. Тобі ж потрібно віршик вчити. Не хочу я, я хочу его займати. Сейчас классный костюмчик, все проблемы решит. Вот она уже вручную шлет. Уже вручную шлет. Що вона одразу ж взялася уявляти, як зустрічатиме гостей. Так, я пойду. Каким он такого-то, а не забудь? Ну все, класс, план мой сработал. Давай пока стишок поучим. Нет! Не буду я его учить. Давай полстишочка выучиваем. Нет! Нет! Не буду учить. Иди сюда. Если я сказал, что не буду, ну тогда я не буду. А татко, замість того, щоб розібратися, в чому причина дончиних сліз, в букві Р, давай суть, як я понимаю, в дикці. Прям кукурузный магнат. Поздече хочеш. Кира, хорош баловатся? Вылазь давай. Нет! Нет, і все, як уперлась. Ніщо не об'ясниш, нічого не докажеш. Ты хочеш оттуда вас слететь, да? Вниз головой? Ну так слазь, значит, по-хорошему. Нет! Она вообще не хоче не слышать, не стараться, не помогать. Я тебе не маму, щоб за тобой гонять. Это мене і не бабу, щоб так гонять сам. Я не думал, що с Кирою у меня будут такие проблемы. Чого ти не слушайся? Ты мне не папа? Я не знаю, що мне делать. Воспитання твое. Пожинає плоды. Уроки цінні засвоює тато. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. В ефірі знову ваша хата. Чувствую себя реально двоечником. И только та, что колись выправляла твои двери, готова и зараз допомогти развязать задачи життя. Привет, мои хорошие. Моя мечта сбылась. Я нахожусь во Львове. Я только знала. Я тоже. Дим, ты меня привык уже видеть. В рабочей форме, утилят. Вот я хочу, чтобы ты меня увидел немного другой. Это сессию подарили. Какой я могу быть красивой для тебя. Очень за тобой соскучилась моя маленькая принцесса. Виноградник. Доча, я хочу тебя попросить, максимально поддерживай папу. Помогай, слушайся. Сынок, я знаю, что у вас с папой не очень легкие отношения. Дим, Вова тебя очень сильно любит. Просто ему тебя не хватает. Хочется вас побыстрее увидеть. Мне нужно кардинально все менять отношения к детям. И в первую очередь до такого уже дорослого сыра. Вова не заслуживает такого отношения от меня к нему. Я хочу стать с тобой другом и говорить про все. Разные темы. Нет удовлетворительных отношений. Чтобы ты меня всегда поддерживал. Я уже не мог себя держать, потому что это больно. И я ему открылся. Знаешь, Вова, я думал, что-то вот всегда, ну... Достаточно того, что я где-то что-то тебе покупаю и все. Да, ума, конечно, курантушки. Ну что, чтобы тебя там все не с кем поговорить, как мужик с мужиком. Это вот большая проблема. Типа, а я думал, тебе нужно, чтобы тебе что-то купил и все. Ты задача папы только что-то покупать. Ой, боже мой. Как друг с другом. Я никогда об этом не задумывался. Вот так и живем. Я теперь прекрасно понимаю, почему Вовка мне не доверяет. Потому что, по сути, он считает меня чужим человеком. Да. Сколько лет пропустил. Не уделял тебе внимания. А чисто формально. Извини меня. Я тебя понимаю, попрощаю. У меня появилась вера в то, что еще наши отношения далеко не утеряны. Спасибо, сынок. А чтобы завоевать сынову доверу, взялся выправлять помилки. Сынок, ты за главного сегодня? Я не могу. Чего не можешь? У меня сегодня игра важная. Что, пойдете, типа, сниму футбол? Я успею до твоего матча все. Пан, так не поступает? Я решил поехать до тренера. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуй, Дима. Очень рад, что я вас тут достал. Рассказывай, что у тебя. Хочу вас попросить, чтобы вы помогли мне организовать матч футбольный. Матчей было много. Не встречал я тебя, не видел здесь. Мне реально стало стыдно и больно, что я не приходил раньше. Надо вот эти ошибки Дима исправлять. Владимир Иванович, я хочу поблагодарить вас за то, что вы воспитываете, можно сказать, моего сына своими тренировками. Побачивши шире каяття в очах Димки, якого памятає ще зі школи, тренер зрозумів его, как батько. То, что скажет отец, это, наверное, более такой сильнее, чем любой тренер. И погодился допомогти. Мы сделаем такой вот турнирчик, отцы, дети. Я уже не буду в стороне стоять и наблюдать, я буду вместе с ним бегать и гонять этот мяч. И, чтобы сына здивувати, взялся футболистов шукати. Сейчас на телефон три секунды панькаешь, это сто процентов, тем более там и Светка футболистка, я манифиаси. Хочу сказать, что не только занимаюсь спортом, но я его еще и организовываю. Вот можно к ней обратиться, да? Не помогут мне побегать в футбол. Так как ты нам помог, тебе тоже, конечно, помогут. Ты смотри, прям показали, что вместе, да? Ему нам надо твоя помощь. Надеюсь, что все у меня получится. День пятый. Сегодняшний день Вовчик запомнитает надолго. Вставая на сюрприз, я сидит. Очень интересно, как он отреагирует. Всем здравствуйте. О, какие люди. Здорово. Я вообще был в Соке, там были все мои друзья. Там были папины друзья. Ты хочешь со мной в футбол играть? Ну, а что бы нет? Ты что думаешь, я уже не умею ничего? Посмотрим, какие вы футболисты. Мы поделились на команды. Играете четыре на четыре. На воротах никто не стоит. Ага. Это что? Это зовут Олег. Когда папа смотрит на тебя, это вообще прирост сил. А когда он еще с тобой играет, это вообще бесконечная сила, энергия. Во, 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 па, 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 па. Выбей, выбей, хорошо, забивайте. Игра закончилась. Рахунок ноль-ноль. Отже, серия пенальти. Эх, Ванька. Комплименты нарубать у тебя вы краще выходят. Вот таким маленьким воротам. Один ноль. Ура. Ты готовься, настраивайся. Я очень хотел, чтобы не подвезти Вову. А я промажу в эти маленькие вороты. Давай, ты сможешь. Папа, давай. Ну вот, измерила силу, бить же ж не надо. Они у меня вот такие. Победила команда в билых футболках. Обнимал его и просто гордился, что это мой сын, и мы сейчас здесь с ним вместе. Так, а у него задание по свиданию еще было. Он заслуженного медаль. Спасибо. Я тебя поздравляю. Мне было важно, что мы с папой наконец-то стали командой. Спасибо, что пришли, поддержали. Себе, Димка, спасибо. Помог, как говорится, мне, но как бы уже нам. У вас серьезная любовь? Конечно. Любовь, морковь. А в дома вы решили рассказывать про свою. Есть девочка, которая мне очень сильно нравится. Играет в волейбол. Ну, а вы что, с ней общаетесь, что так? Да, общаемся. Ты мне на свидание не предлагал сходить? Вдруг она мне откажет, и, блин, это будет капец. Попробовать добиваться. Я дома мой как? Тоже. Ты старался к ней подходить, и потом все-таки я добился. И вот, слава богу, уже 15 лет. Вот я ей хочу позвонить, пригласить на свидание. Я не знаю, что говорить. Не переживай. Начни диалог нормально. Спроси, как дела, чем занимаешься туда-сюда. Пошли погуляем. А потом уже, ну, оно само собой пойдет. Я очень переживала, не мог никак настроиться. Если что, тебе где-то что-то подморгнуло. Хорошо. Не надо моргать, батя. Алло, привет, Афина. Афина зовут? Как у тебя дела? Да ничего, хорошо все. Твои как? Нормально. Смотрю, начал вязаться диалог. Я хотела тебе предложить. Не хочешь погулять? Угу. Ну, давай, я подумаю, научу, позже тебе отвечу. Буду ждать у тебя звонка. Так что, заранее благодарен. Заранее благодарю. Пока. Пока. И он, когда выключил этот телефон. Я очень рада. Спасибо. С сеном поговорю про перше кохання. А с донечкою, что шкути льга и навчанья. Угу. Дочь, почему ты стишок не хочешь учить? Лисы и чешли. Я боюсь, что я буквы в один момент не так скажу. С меня все в классе будут смеяться. Никто из тебя смеяться не будет. Я понимаю, что это Данилт очень серьезно. Она комплексует по этому поводу. Школьный бульон, хунт такой. Я тебе обещаю, что будет все круто. Якщо раньше татове самому по приколу была вимова доньки. Придурок. Придурок. Придурок нормально говоришь. То нарешті він прозрів. Чтобы логопеду проситься. Логопедические занятия на буквы «Р». Наконец-то. Ну и решил предоставить это как игру. Тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Папа мне ложил ватку на нос. И ударку делается. Чтобы язык растянуло. Следующая была лошадка. Работа для языка. Ну, с папой было очень весело. Настільки, що навіть вірши Кира вже не проти вчити. Гарно в полі прорастає. Гарно в полі прорастає. Да, нам можуть говорить «Р». Просто їй не займались. То есть у нее просто не було занятий по дикції. Скажи гарно. 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 Не гарно. 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 В полі прорастає. Я очень хочу, чтобы у меня получился. И жовтенький. И жовтенький качанин. За любые моски. Прокинувся Дима ще за темно, але зі світлими думками, як порадувати батьків. Я понимаю, що я виноват. Перед ними. Я прийшов поговорити. Хочу извинитися, що де-то вас не дослухав. Стыдно і больно за мої выходки. Почему мимо проїжджаєш? Даже в дом не заходиш. Почему? Не треба мне помощь физичну. Я в этом не нуждаюсь. Хочется просто поговорити. Мама, сделай мне какао. Как он любит. Горяченькое. Ми посидим, поболтаємо. Я никогда не думав о том, що вони хочуть внимання, общення. Ось це елементарного, простого. Нам буде дуже приємно з попытки. Жизнь прожить не поле перейти. Нужно немножко ставити себе на місто другого. Я не осознавав, що больно і мої семьи, і моїм родителям, і моїм близьким всім. На самом деле, я люблю точно так вас, і уважаю, і хочу, щоб ви не обіжались на мене. Я маю сам заїжджати і проведувати. Ну, це правильно. Нужно їм допомагати, їх любити, треба все для них, але поки вони є. Я навіть не ожидав такого розговору. Ну, не було такого. Щоб от він приходив, розговаривав, просив там извинення. Ми ніколи на тебе не обіжалися. Просто хотіли, щоб до тебе все дошло. Ну, слава Богу, дошло, і це вже плюс. Вроде згора з плечі ввалилася. Дай я тебе придушую разочек. Це саме. Такий подарок какой. Сразу как-то так, ну, легче стало на душе. Просто розговору? Обі йма с сином чи не найбільша радість для батьків? Тащенька. Давай, ми золоті. Спасибо. Давай. А все? Типа задання выполнено? Все стало как бы на свої міста. Але Діма вигадав ще дещо. О, окей. Верну вас восьмидесятый на денек, можна? Так а що нам це саме проявитися? Типа вечеринку хочете для них сделать? Мне хочеться їм зробити щось таке, щоб оно їм запомнилось. А коли мамы зібралися... О, академія краси. Ідем, идем, идем, идем. Это для нас був шок. Сделайте з них, пожалуйста, фей. Щоб вони, наконец-то, попали в сказку. Боже, красота. Маникюр, макияж, прическа. Я вже красилась, забыла, когда. Зять попал в точку. Какая эта женщина о таком не мечтает? Та й дідусі гадки немали, що коли-небудь потраплять в барбершоп. Добрый день. А там, оказывается, наворот. Движки наливали. Хороша парикмахерская, да? Прикольно було. Вопросов нету. А освоившись, клієнти з радістю погодилися на усі послуги. Там подстриг одной машинкой, другой, третий. Там навел эти все марафеты. Там помил голову. Ой-ой-ой. В ушах волосы вытаскивали. На бровях вытаскивали. Все на высшем уровне было. А Дима тим часом готує новий сюрприз. Фотографии там по сервантам понаходил. Пластинки. Ну, чтобы создать атмосферу времен их молодости. Дима, такими ты их еще точно не бачил. Та я офигел, когда я их увидел, Йоми. Они просто два крутых менек. Это на свидание сейчас будет, да? А ось и их леди. Да, разодетые, накрашенные. А вон дедушки наши. Ой, как школьники. А почему сказал 80-е? 40 лет назад на свадьбе. Глазки загорелись. Давай обниматься, давай целоваться. Ну, лет на 10 помолодили. Да. Ты хоть дождался нормальной стрижки. Счастливые батьки уже и до дому готовы ехать. Это не все. Проходим дальше. Пришли мы в ресторан. Ух ты, мамочки. Ну, просто как бы, почему 80-х не полежали? Ну, ладно. Просто ресторанчик. Все напоминало о нашей молодости. Это я. Я по фотографии, по телефону. В миг все вернулось. Все воспоминания. Как мы бегали на свидание. Я ее воровал от охранников. А в комнатке пансионат. Просто так не зайдешь и не выйдешь. Подсаживал ее и понес. Приятно было вспомнить это все. Ходил каждый вечер на телефонную будку, на почту. И звонил с ней, разговаривал. Таких своими родителями я давно не видел. Счастливыми, веселыми. Мы действительно почувствовали, что мы вернулись в молодость. Я просто не могу передать, как это было приятно. Такого сюрприза мы не мечтали получить. Встряхнул немного с этой деревни, как говорится. Сюрприз хороший получился. Родители на это заслуживают. Та як бы Дима сюрпризами их не дивувал, найбільша для них радость – его зміны. Своей стороны я буду вас чаще собирать и поддерживать. Он действительно поменялся и хорошо поменялся. Спасибо, родни. Вам спасибо. Вдячный тебе будет и сын, если ты его до побачения подготовишь. Ты езжай. А мы потанцуем. Так, отдыхайте. Я пошел в слово и организовываю свидание. Чего цветы купить? На берегу моря. Распалили костерчик. Ставь. Левей, левей, левей. Вот так, чтобы не дуло на вас. Наконец-то. Бог меня услышал. Я сегодня встречусь с этой девочкой. Ну, вот ни о чем ей говорить. Главное не замыкаться и не сидеть. Угу. Описать свои первые эмоции про нее. Ну, я понял. Я постараюсь быть смелым, мужественным, как меня учил быть папа. Удачи. Спасибо. Цветы. Я очень в него верю и знаю, что у него все получится. Все, я погнал домой. Очень нетерпеннее ждал Афину. Волновался. Аж коленки тряслись. Афина. Волновался на нее, конечно, и на него. Ну, не в плане внешности, а он просто не выглядит на своих 15. И она прям... Еще ты меня поддержала, пришла ко мне на свидание. Почему ты мне не сказал, что я тебе симпатизирую? Я даже об этом не знала. Ну, я боялся. Она и выше его, да? Это тоже очень хорошая черта. Мне понравилось, когда она меня похудела. Прикольно. Чем ты занимаешься? Читаю книги и люблю очень заниматься спортом. Круто. Может, наш мялоу поедим? И понес нам дадим. Это было очень романтично, очень мило. Ладно, просите. Нужно их отрывать. Они не горячие. И кушать. Я не знала, если честно. Вкусно. Вова очень вежливый, внимательный. Спасибо. Я поухаживала за девушкой. Мне это понравилось. У тебя очень красивое имя, Афина. Спасибо большое. Как богиня у тебя имя. Меня так папа назвал. Ты очень красивая. Спасибо. Я тоже очень рада, что мы встретились. Я предлагаю пойти прогуляться по набережной. Можно? Пошли. Я думаю, что мы будем слово поддерживать общение. И ушли в закат. Надо повторить стишочек, потому что времени уже нет. Любят исты карапузы. Любят исты карапузы. Хоть мне тяжело эти буковки даются. Но уже же, правда, лучше? Да, лучше. И жовтенькие качаны. И жовтенькие качаны. За любкие мы соба. Молодец. Сидим с керухой. Учим стих. Опа. Довольно. Улыбка до ушей. Как прошло? Ну, мы жарили маршмеллоу. Общались на разные темы. Я с радостью ему рассказывал, как там, что было. Она мне сказала, что у нее такого прям свидания никогда жизни не было. Ну, я же тебе говорил, что на море это будет самое крутое свидание, емлое. Намотаю на ус. Я ему безумно благодарен. Спасибо тебе большое. Молодец, сынок. Я очень горжусь тобой. Этот день я не забуду никогда. Я обрел для себя просто самого лучшего папы в мире. Какие у меня крутые малявки. Все, финальный день. А ему еще нужно дома поремонтировать, да? Улыбка, 15 лет. Стулья поломанные стоят. Ты хозяин или кто? Она превратилась в, блин, училку. Але пройшовши школу хаты... Я хочу с этого двоечника шкодливого стать отличником в своей семье. Тож взялся сумленно працювати. Это розетка, слышишь? Полтора миллиона лет назад, Вера еще попросила поменять. Сейчас поменяем, две секунды. Чтобы оно было видно, что в доме есть хозяин. Вера будет довольна. И хоть не все вдалося на Ведеминном. Что ты делаешь? Ты же выключи хотя бы питание. Что в твоей голове? Уже лучше. Уже лучше коротнуло к чертям. Я починил розетку. Ракета. Это страшно, конечно. Починил стулья. Не оторвет. И честно, он молодец. То, что я слушал годами, я это все сделал за максимум два часа. А ну, зацени. Все, ну, можно. Свою домашку выкинул. Час показать, чего Донечку навчив. Протяплась. Пошли пить чайок, умываться, собираться на утренник. Первый раз иду на такое мероприятие с Керухой. Я так волноваюсь. Здравствуйте, Елена Андреевна. Вы не опоздали? Нет. Все хорошо. Ласка, проходь ты. Спасибо. Все девочки боевают в обычных палатах. А я нет. Ну, не сказал бы, что они все были в обычных. Это красиво, товки. Это мой папа, пошли мне такое платье. Осень прекрасно до нас прийшла, плоды принесла. Тож свято врожаю сьогодні встречаем. Паня-чаревниця Осень підготувала вам віршик. С гроном стыглых коробин за птахами в данный сферий. Сыплюли листячку из гилля. Мы не познавали осень. Детки начали рассказывать каждый свой стишок. Обязвались буряки. Седай. Обязвалась барабуля, а за нею и квасоля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИЙШЛА ЧЕРГА ИДО КУКОРУДЗИ. Сильно переживал, чтобы она не сбилась, чтобы не забыла какие-то слова. Кукурюза золотая, кукурюза молодая. Ран в поле браста без кастрюли набряя. Ку-ку-ку-ку-ку-ку Крузу любят тисто, крапузы. И жовтенькие качаны, и за руки ему все мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, выучила. Не, она может выговаривать, просто нужно позаниматься. Я была самая красивая Крузка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый таким завдомрило тебя, бачите, дружина. Хочется кричать на весь мир, чтобы она поверила, что такого больше не повторится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости ее. За все прости. Для тебя очень много, сильно. Это все для меня. Как и ты для меня. Почувствовав себя, что я действительно ему нужна. Очень верю в то, что у нас все изменится. Изменится. Я взрослый все-таки отец. Надо семью ставить на первое место. Еще. Еще? Проект действительно изменил нашу семью. Я очень благодарна. Ура! За тысячу! За тысячу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. С хэппи-эндом вот такой вот у нас получился выпуск. Как вам? С радостью прочитаю ваши комментарии. Не забывайте заглядывать на мой лайв-канал. ЧНТВ ЛАЙФ. Там тоже выходит реакция на другие проекты. И увидимся уже в новых выпусках Хата на Тата. Всем пока.